Очень веселая игра. Наверное, такие игры болельщикам нравятся, но концовка, скажем так, выдалась нервная. Игра давалась, мы все, как бы, в атаке, в принципе, все было хорошо, сзади были нюансы, но после 4-1 слишком много вольности уже появилось, то есть люди стали играть больше на атаку, то есть каждый хотел забить, но так не играют. Ну, это опять-таки издержки, скажем так, юношеского футбола, поэтому на это мы укажем при разборе. Поражение 0-4 в Слуцке, а сколько оно сказалось на сегодняшней игре, то есть на мотивации команды? Ну, тоже было опасение перед этой игрой, как команда воспримет это поражение в Слуцке, которое, скажем, вполне заслуженное, то есть мы сами наиграли на этот счет, то есть было важно понять, смогут ли они переломать себя и настроиться на игру, потому что Брест тоже команда очень неплохая, именно в атаке, как действует. Ну, как показала игра, команда справилась с этим. Ну, единственное, убрать вот эти моменты, когда вседозволенность уже. Сегодня в старте у Динамо тоже были моменты, и показалось, что наша команда как-то вкатывалась в игру. С чем это связано, почему этот отрезок так прошел? Ну, скажем так, два центральных защитника наших получили травмы, поэтому немножко новая линия обороны была. Игорь Кузьминок, скажем, тоже давно не играл, плюс Муса, это, скажем, не его позиция, поэтому у него были проблемы чисто позиционные, поэтому было тяжело именно войти им в игру, но потом, скажем так, подсказали им, что надо подправить, в частности, Мусе, и, в принципе, второй тайм в этом сочетании, как бы, довольно нормально играли. Ну, первый тайм достаточно был задержательный, потому что игра шла в одну и в другую сторону. Получилось забить первыми, но сразу же пропустили. Сейчас у нас каждая очка это решающая, так как боремся за медали. И немножко перестроились, начали играть сбалансированно, и получилось забить еще два мяча. Получается, вскрыли фланг и просредили на дальнюю. Получилось забить два мяча. Во втором тайме вышли более уже, как бы, расслабленные, можно так сказать. Начали возить мяч, но ближе к середине матча начали поддавливать нас. Получилось пропустить, но резца немного не хватило, чтобы свести игру. Впервые за долгое время играем в Манеже. Тяжело ли было привыкать к открытию? Ну, можно сказать и так, потому что у нас всего лишь была здесь одна тренировка предыгровая. Очень тяжело дышалось, так как на улице больше кислорода. И мяч очень медленно ходил. А так, в принципе, футбол и здесь футбол есть. Спасибо. Спасибо.